Сейчас я хочу показать, как снимать такие ногти. Буду делать это вместе с вами. Они достаточно объемные. Я здесь выполнила имитацию шоколадных батончиков с помощью геля. Мне он напоминает такой розовый пикник с рисковыми шариками. Вот, фольга. Это тоже имитация и из геля, и в тирке. И сейчас мы будем это все снимать. Во-первых, я хочу убрать полностью всю свою длину. Поэтому проще будет эти ногти сначала все отрезать. Чтобы не спиливать это все сверху. Но для наклядности, мне даже самой интересно, как будет спиливаться вот этот материал. Я попробую здесь один ноготь, наверное, этот чуть-чуть спилить. А потом мы всех их отрежем. Возьмем вот такие вот кусачки. Мои клиенты шутят, что они похожи для кусания ногтей животных. Один ноготь можно убрать сразу же. Ну, а если у нас бы длина сохранялась, естественно, пришлось бы сверху все спиливать. Но фишка в том, что здесь есть специальное отверстие, в которое наш объем не очень-то хорошо и пролазит. Поэтому либо можно сначала спилить вот эти вот объемные шарики, а потом откусить, чтобы не пилить дальше. Либо, может быть, взять кусачки какие-нибудь большие. И, например, вот этот ноготочек мы сейчас попробуем откусить. Да, действительно, все получается. Осталась небольшая длина. Можно ее тоже убрать. Вот этими кусачками. Так, два уже получилось. Здесь, естественно, тоже он не пролезет. Но если попробуем его откусить, достаточно непросто, потому что есть объем. Может быть, это сделается вот в этих промежутках. Да, кстати, получилось. Тут же остается длина. Достаточно небольшая. Ну, сам объем. Не просто прокусить кусачками. Дальше мы оставим в это дело фрезе. Так, здесь тоже, наверное, я думаю, надо будет чуть-чуть подпилить. Чтобы сидеть все остальное. Сейчас фрезой я спилила вот эти вот участки. Можно было, конечно, допилить до конца. Но мне захотелось попробовать откусить это дальше кусачками. Вот это уберем. Все, не нашла. И следующее все. Осталось только спилить все вот эти вот верхние слы. Когда мы делаем снятие в маникюре, то мы работаем с самой широкой частью фрезы. У меня фреза елочка. Ее самая широкая часть почти около основания. И немножко на серединке фрезы. При снятии таких объемных негтей, как у меня сейчас, ни в коем случае мы не давим на фрезу. Хоть и может казаться, что снятие протекает очень длительно. Из-за того, что очень большой объем. И хочется всегда ускорить эту процедуру. И многие совершают ошибку в том, что начинают давить на фрезу. И при таком давлении происходят те самые неприятные ощущения, когда клиент говорит, что ему становится горячо. Как это ни странно, скорость снятия не увеличивается, а даже может снизиться. И ставить за собой не очень приятные последствия. А для того, чтобы увеличить скорость снятия, можно использовать несколько фрез для такой объемной работы. И следить за тем, чтобы фреза не забивалась. Ну и, конечно же, выбирать фрезы с более грубой насечкой. С черной или фиолетовой. Может быть зеленой. Но, наверное, синяя и красная здесь не подойдет. Потому что объем материала очень большой. Все вот тут оставшиеся уголочки я еще подсняла кусачками. Все отслойки, которые были. И остальное вот этот вот слой можно подобрать еще фрезой на не очень больших оборотах. И таким образом при полном снятии покрытия на низких оборотах без давления можно доснимать лишний объем и убрать какие-нибудь остаточные отслойки. Затем пилочкой я придаю форму ногтевой пластине. И также убираю остаточные отслойки с торцов и по всему периметру ногтевой пластины. Далее выполняю маникюр. В технике одна фреза. Вычищаю аптеринги под кутикулой в боковых пазухах. Кутикулу я обычно обрезаю ножничками. Но здесь мне этого не потребовалось сделать. Так как она была в полнее еще приличном состоянии. И шлифовки ей было достаточно. Потом я смачиваю кисточку обезжиривателя. Снимаю все. Очень прикольный способ вот так делать. Убирается вообще любая мелочь. Всякие крошечки, полиночки. Все хорошо прочищается. Можно потом еще дополнительно пройтись салфеточкой. Проще сначала сделать все кисточкой. Чтобы добраться до всяких мелочевок, которые собираются в боковых пазухах. Где-то под кутикулой. А потом уже завершить этап обычной салфеточкой. Масло. Мое любимое. Очень вкусно пахнет блеском. Мне нравится наносить на весь ноготочек. И втереть его. Масло это сухое, что не оставляет потом жирный блеск. Нет вот этого эффекта, как будто ты поел чебурек. Все. Наше снятие объема их ногтей. Маникюр готов. Небольшое послесловие. Вот наши ногти, которые мы откусили. Когда мы с девочками шутим и говорим, что их можно было бы приклеить обратно. Как будто бы это накладные. Продолжение следует.